Всем привет, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Jurassic Survival. Собственно говоря, друзья, сегодня будет немножко необычное начало ролика, потому что многие спрашивают по поводу Джурасика, что да как, что вообще происходит, новости, вообще, по-моему, никто не обозревает. Я решил в начале этой серии немножко посмотреть, что у нас по новостям, плюс разрабы здесь кое-что прикольненько замутили, я вот, в общем-то, решил вам всё это показать. Начнём с того, что ребята предупреждают нас о том, что доступ к локации вторжения и заданиям Кейна будет закрыт в конце этой недели. Ну, как бы, эта неделя как раз-таки закончится, то есть, было выложено всего лишь вчера, так что именно вот эта неделя, когда выйдет ролик. Поторопитесь, если у вас остались незаконченные дела с фракцией охотников. Ну, здесь все, конечно, негодуют в комментариях, пишут спасибо огромное, задание с лампочками ещё не выполнил, а уже убирают, норм, чё. Ну, и также пишут то, что читеры только успели выполнить и тому подобное. Я сам, например, лампочки не успел тоже собрать, и это на самом деле печальненько. Но, может быть, всё изменится, к концу этой недели я успею всё набрать, но это очень-очень вряд ли. И, видимо, стену я открыть не успею. Это очень печально на самом деле, но пока что буду стараться, возможно, всё-таки это всё мне в дальнейшем пригодится. Дальше они выкладывали вот такой вот интересный генератор. Генератор. Назвали этот пост «Нужно больше электричества». И потом здесь вот есть что-то типа новой локации. Я обнаружил незнакомый лагерь, расположенный рядом со стеной. Его обитатели отчаянно борются за свои жизни с динозаврами. Может быть, им нужна моя помощь. Ну и вот, как бы тут лифт придётся, видимо, чинить какой-то. Потом какие-то палатки. Это логово, видимо, охотников. Может быть, кого-то ещё. Но это они и дальше будут упоминать вот в этих вот красивых новостях. Друзья, мы рады, что вас интересует ход разработки Jurassic Survival. И готовы поделиться с вами планами относительно грядущего обновления 1.1. У нас есть несколько сюрпризов, о которых мы расскажем сегодня, не раскрывая всех тайн, разумеется. Одна из ключевых особенностей Jurassic Survival — это взаимодействие игрока с представителями окружающего мира. В обновлении 1.1 продолжится развитие взаимоотношений уже со знакомыми вам охотниками, которые отчаянно нуждаются в дополнительной поддержке. Вот как раз-таки я думаю, что вот это как-то связано. И здесь это будут именно охотники вот на этой вот новой интересной локации. Дальше у нас идёт стена, обнаруженная недавно, была построена не просто для красоты. В версии 1.1 перед вами откроется новая стратегически важная локация, где вы найдёте особые задания и сможете совместить охоту с ударным трудом. Можно сказать только одно — захватите рюкзак для ресурсов покрепче. Вот такие вот дела. Возможно, кстати, новый рюкзак ещё добавят, который будет побольше по слотам. Механика оборонительных сражений из обновления 1.0.7 хорошо себя показала, и мы решили развить эту идею дальше. В новых заданиях предстоит снова взять на себя роль защитника, но цели и союзники изменятся. Это уже интересно, оборона станет более гибкой, и гибкой, чтобы каждый мог выбрать удобный для себя уровень сложности. Более подробно о новых возможностях вы узнаете из описания дополнения в версии 1.1, которая уже не за горами. Следите за новостями в нашем официальном сообществе, ещё увидимся. Вот такие вот дела, друзья. Это всё мы прочитали, и также я бы вам хотел сказать то, что многие спрашивают по поводу того, когда всё-таки выйдет на iOS игрушка. Вот здесь ребята скинули видосик, где они, собственно говоря, играют уже на iOS устройстве. Это iPhone, как я понимаю. И вот, видимо, тест проходит успешно. Всё вроде как хорошо. И они сами написали то, что первый тест прошёл успешно. То есть в этом плане реально всё круто. Ну и, в принципе, здесь мы всё разобрали с вами. Все новости, всё это я вам рассказал. Это, по-моему, было всё самое важное. Ну и ждём обновления. Сейчас переходим в игру, и там уже будем разбираться, что к чему. Ну что, друзья, вот мы уже в игре. На самом деле, я немножко не знаю, что мы будем сегодня делать, потому что энергии у меня не особо много. И вообще, этот ролик хотел записать, ну, чтобы вам рассказать новости по поводу игры, чтобы вы знали то, что задание охотника скоро закончится, и поделиться также моими успехами, что я всё-таки успел сделать, что я не успел сделать. Так, это не тот немножко сундук. Вот, посмотрите. То есть батарейки я практически собрал, все остальные вещи я тоже полностью почти собрал. Но вот эти вот тупые лампочки... А, да, всё остальное у меня и так полностью собрано. Вот эти вот тупые лампочки, 13, чёрт побери, штук. Где это всё взять, я понятия не имею. Я вот недавно нашёл ещё две лампочки. Вот, это вот, то есть у меня было бы 5, если бы я недавно не нашёл. То есть вот прям недавно-недавно я начал бегать по красным локациям, по красным локациям, и там понемножку-понемножку всё это появляется. Так, у нас, значит, есть локация с Тирексом. Тогда, знаете, мы, наверное, сегодня сбегаем сначала на арену Бешеных Псов. То есть там посмотрим, что можно замутить. Сейчас я туда тоже добегу. А потом мы сгоняем на локацию с Тирексом. И, в общем-то говоря, там мы сможем, ну, как бы лута немножечко набрать. И давайте мы быстренько глянем. Я уже набрал 6 ящиков первое место. И скоро уже будет ролик, где я сделаю, получается, открытие сразу 10 ящиков. И это, на самом деле, меня очень-очень радует. И мне нужно бы потратить всё оружие, которое у меня здесь в почте ненужное. Ну, то есть, конечно, дробовик тратить не нужно. Беретту тоже тратить не нужно. Вот тесак, тактическая мачете, ледорубь, все эти сковородки. Юмпишку не буду. Потом ещё сковородки, кукри, ледорубь. Ну всё, короче, это нужно будет истратить. Ну и сегодня, конечно же, я надеюсь тоже на какой-нибудь такой более-менее нормальный топ. Сейчас, кстати, у меня, ну, быстренько снизится на 2 энергии мой путь. И у меня вот только что как раз-таки одна энергия восстановилась. Мы как раз-таки сейчас должны быстро дойти. Ну давай же уже быстрее. Должно сразу... Ага, вот всё. Должно сразу на 2 энергии снизиться. И вот, в общем-то, это произошло. Кстати, теперь я начал бегать с кувалдой. Что-то, ну, в последнее время прям трачу их так нормально. У меня их много поднакопилось. Пока что сихиры не трогаю. Они у меня там копятся. Их дофига. Я на событии груза вот этого набрал их полным-полно. И также кувалд. И вот кувалды сейчас пошли в дело. Очень хорошее оружие для красной локации. Там прям пофармить можно замечательно. Надо, кстати, посмотреть, что у этого чувака есть. Потому что... А, да, я сегодня удивился от того, что 15 красных чешуек надо на один такой жетон. Это вообще, конечно, жесть полная. Как только у вас появляется предложение с большими когтями, то, наверное, только его нужно использовать. Потому что оно такое самое-самое-самое хорошее на самом деле. Вот я тоже так его использую, когда только появляется. Потому что этих когтей ну, у меня нормально так. Потому что они выпадают так частенько, все дела. Вот. И как бы я их юзаю для того, чтобы получать жетоны и для вас снимать почаще ролики по Джурасику. Окей, погнали. У нас будет первая каточка. Надеюсь, что все получится. Дом прямо рядом. Все хорошо. Ну, что, топ-1. Надеюсь, верю в это. Так, уже Дигл у нас есть. Это Ай-яй, как хорошо. Ох ты, Скар еще. Ух ты ж, е-мое. Это очень круто. Сколько хила мне еще дали. Это прям вообще отлично. Так, это все забрали. Ох, е-мое, ладно. До свидания. Я понял эту игру. По-моему, я уже понимаю, кто выиграет. Ну, как бы вы сами понимаете, да, наверное? Вы видите, да, какой лут у меня тут с самого первого дома? Только броньки пока что не хватает вроде бы и все. Так-то я уже суперпрофессионал и готов к битве на самом-то деле. Это очень круто. Серьезно. Это очень-очень круто. Я не знаю, почему так сейчас везет. Кстати, изменили на самом деле как-то немножко всю эту систему, потому что я заметил, и соседи начали более мощные прибегать к тебе, чтобы ты с них мог лут такой более-менее хороший выбить. Ну, это прям, ну, реально они прибегают, и ты спокойненько с них забираешь такой неплохой себе лутецкий. Кто-то там вроде бы даже прибегал с огнестрелом. Я видел у одного чувака, вот случайно сегодня только заметил, и у себя тоже еще заметил, то, что ко мне прибежал чувак в такой мощной броне. Возможно, это с какого-то уровня все это начинается. И, кстати, посмотрите, практически никто на тебя не бежит, но там появился враг где-то, да? Ага, вот, здрасте, приехали, мэн. Отлично, из тебя я куртку заберу. Все, теперь я уже полностью хотя бы одетый, но мне нужна куртка получше, потому что это совсем никуда не годится. Сейчас мы это здание залутаем. Тут вот по соседству небольшое. Оно, конечно, немножко не в зоне, но думаю успею. Тут у нас что? Давай, хорошие лутецки. Ай-яй-яй, отлично. Как раз таки то, что мне нужно. Ой, здрасте. Куда собрался, чувак? Ага, привет. Ты привет тоже. Молодцы, молодцы, парни. Потихоньку. Ой, тут у меня какая-то какая-то фигня пришла непонятная. Каких-то суперфанов вызывают там. Ну, ничего, ладно, пусть вызывают в принципе. Я здесь ни при чем. Я здесь в Джурасик играю немножко в этот, извините меня. Я пока что навстречу суперфанов пойти не могу. Я даже понятия не имею на самом деле, что это такое. Ну, что-то как-то вылезло и вот решил вам показать. Ай-яй-яй, здрасте. Что за фигня? Не понял, откуда по мне палят. Так, ладно, тогда мы возьмем Аскар и сюда вот эту вот тему. Ага, поехали. Это что у него там? Нифига себе, мощная тема какая-то. Прям очень мощная. Так, мне нужно ботинки вот эти вот, наверное, взять. А что у тебя по одежде? Ага, куртка у тебя не особо хорошая. Да и тут в принципе куртейки-то нет. Ай-яй-яй-яй-яй, как я попал. Нормально, нормально, живем. Привет, стреляй в него. Ага, похилу у тебя ничего нет. Ладно, я понял. Ну, сейчас мы в кустике просто садимся, да и сидим. По броне-то у меня все нормально, по идее. Ну, и надеюсь то, что... Ой, привет, друг. Ты что, ах ты по моей тактике что ли? Нифига ты наглый парень. Вот это ты, конечно, молодец. Так, ну мы, наверное, возьмем сначала вот это, а потом на... быстренько на барету эту перейдем. Так, тут у нас враг. Привет. Давай, отлично. И вот у него мы как раз таки и забираем хорошую-хорошую броньку. Хорошо, хорошо. Когда трое останется, я... Хотя, наверное, сейчас перейду. В принципе, ничего такого нет. Ну все, мне кажется, это топ-1. Если сейчас я не затуплю, это реально будет топ-1. Вот сейчас реально только не затупить, главное и все. Давай, четыре выживших, зона сужается, уже практически она на минимуме. Сейчас уже будет самая мелкая. Ага, привет, друг. Ага, ой-ой-ой, привет, тут тоже чувак с баретой. Ага, здрасте. Все, сели. Блин, я весь хилл потратил. Это очень отстойно. Если ко мне... А, тут еще зоны меньше теперь. Черт возьми. Привет. Давай, давай, давай. Отлично. Йоу, первое место. Это круто. Идем дальше. Ох, если будет два топ-1. Ну, я не знаю, как по луту повезет во второй катке. Но пока что топчик-1 есть, и это прям очень хорошо. Причем катка такая достаточно спокойная вышла. Я не знаю, прям, ну, нормально. В принципе, лут был просто божественный, на самом деле. Такого я никогда еще не видел. Но, это очень круто. Серьезно. Такая удачная катка была. И, блин, я хп-шку не восстановил. Черт возьми. Это меня будет сейчас напрягать. Вот это, блин, так и не пофиксили, блин. Разрабы, пожалуйста, если вы смотрите хоть одним глазком мои ролики, то пофиксите это. Я вас просто молю. Потому что, ну, реально мешает. И, как бы, ты занял топ-1 только что, а потом ты такой заходишь в катку и, ну, как бы, у тебя хп-шки не особо много. Такие вот дела. Так, ну, шляпа у меня такая же модненькая. Так что, брать не будем. Возьмем это. Хило немножко. Отлично. Там еще сундук есть. Я, наверное, его тоже залутаю, потому что иногда там вещи такие хорошие, то что, ай-яй-яй, можно обрадоваться после лутания. Так, и давай, глядим. Тут уже кто-то открывал, конечно. И, кстати, посмотрите-ка. Вещи, как я вам говорил, достаточно неплохие. Привет, дядя. Как у тебя делишки-то? Мы тебя завалим, в принципе, и сюда поставим хилл. Ну, да. Такое себе у чувака по луту. Давайте пойдем вот это вот здание, оно прям в самом центре. Но потом еще придется соседские тоже лутать. Без этого никуда. И мне нужен нормальный огнестрел. Эту катку, видимо, разрабы мне решили вообще бред полный давать. Так, привет, друг. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Просто урон летит нормально. Так, так, пофигу. Ой, хилл, 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 хилл. Отличненько. Так, ну, больше здесь, в принципе, наверное, ага, ну, я Скар заберу. Скар, конечно, тема очень крутая. Пригодится мне. Ну, это же Скар вроде, да, похож на Скар. Я не буду названия смотреть, время на это тратить. Ну, вроде да, Скар. Фух, выживших 9, несколько я уже убил. Очень тупо то, что большинство все-таки убиваешь здесь ты. Привет, друг. О, Лиди Рейн, я сегодня убивал этого бота. Вот это подфартило. Я сегодня этого бота убивал, я из-за этого что-то обрадовался, то, что его встретил. Я его сегодня убивал, когда просто так бегал по локациям, и типа удивился то, что он сейчас тут еще. Забавненько, забавненько, на самом деле. Фратануло мне с этим чуваком. Так сказать, старый дружбан, можно его так назвать даже. Ой, привет, друг. Что у тебя по лутецкому? Ой-ой-ой, ты вообще у нас хорош, на самом деле. Ну, я в принципе неплохо приодет, вот только у меня немножко проблемки в плане этого. Штанов. Штаны, штаны у меня, конечно, подводят пока что. Обычно то, блин, супер мощные штаны, то что-то бред полный. Очень странно. О, хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Надо было, наверное, все-таки тот дробаж взять, потому что он неплохой такой. Ага, здрасте, дядя, убежать, да, хотел? Ну, не судьба, видимо. Так, у тебя мы заберем, я это сразу скушаю, это возьмем. А дробовик надо отсюда стыбзить, потому что что-то... А, у меня же есть уже один. Ну, ладно, это тоже возьмем. А зона пока что стабильна, пару секунд, и потом уже начинается жесть. Потом начинается жесть, нужно тут взять что-нибудь. Ага, тут ничего нет, так что... Ох, нифига себе там парень. Вот это да. Так, иди ты в задницу. Иди ты просто в задницу, блин. Мы сейчас в кустике засядем, да и все, в принципе, проблем не должно быть. Он нас не увидит, там все в порядке будет. Мне просто нужно захиляться. Захиляемся, и потом уже с ним будем разбираться. Так, ага, все, он меня потерял, дебила. Вот дебил, так дебил. Так, берем этот дробовичок. Ну и все. В принципе, пока что все хорошо. Будем выжидать, и потихоньку всех вынесем. Но то, что у одного чувака тогда была барета, как и у меня, это, конечно, неприятно. Надеюсь, зона меня здесь не затронет. Ждем, ждем, ждем противников. Блин, очень хорошо в кустах сидеть. Просто топ-1 на изи, три выживших осталось. Это не так же, как в тот раз будет, когда я так спокойненько просидел в кустах и все выиграл. О, два выживших, йоу. Все в зоне, походу, чуваки помирают. Ну, хорошие кусты я, в принципе, занял в этот раз. Если сейчас я снова займу топ-1, я обрадуюсь, на самом деле. Это будет очень приятно. А если сейчас меня зона зажмет в этих кустах, то это будет очень тупо. Потому что, знаете, проблема будет, и она будет очень колоссальная, потому что мне придется выбегать, и меня тогда смогут палить. Ух, кайф, кайф. Все, сидим здесь, зона больше не сужается, и последний враг, если он так и ко мне не прибежит, он просто через некоторое время умрет, и это изи топ-1, причем два раза подряд. Тогда была потная катка, в этот раз будет изи катка, потому что обычно они просто умирают. Да я даже и не залутан, в принципе, так супер-пупер круто. То есть, ну, такой себе лут, как бы, и броня. У меня даже ни одной броньки спецвойска нет, оружие не такое уж и крутое. Ну вот, хил, конечно, меня радует, 400 хп восстановить спокойно можно. Это, конечно, хорошо. Ну и что, давай уже, заканчивайся, каточка, сколько еще сидеть, я не знаю, но, блин, эта тактика, это, конечно, что-то, она меня очень радует. И знаете, я так заметил, что она срабатывает тогда, когда тебя враг запалил, ты потом засел в кусты, и после этого начинается вот такая вот дичь. Просто сидишь до конца раунда в кустах, в этих же, от которых спрятался от того чувака, который за тобой бежал и потом резко пропал. Вот. И вот как-то так это все работает. Но в этот раз что-то как-то он долго умирать не хочет, я не знаю, сколько мне еще здесь сидеть придется, но в тот раз вроде бы все хорошо было, и он сам помер в зоне. Но только как его за эту зону выкинуть, я вот не знаю. Это зависит от того, как разрабы его заспаунят, наверное. Но я бегать крайне не хочу, потому что, знаете, тут 15, тут 16, и вряд ли этого урона хватит. ХЗ, блин, может быть он в здании сидит. А, походу тогда мне просто повезло. Но, ну видите, он ко мне не бежит, это очень странно. Это очень странно, я не знаю, что мне делать. Забавненько, забавненько. Так, здесь 70, здесь вот, знаете, вот это вот на самом... Ага, все, отлично, топ-1 взяли. На самом деле, тот вот быстрый дробовик, как он, XM как-то 14, так называется, я не помню, но он будет получше, потому что скорость, там все дела. Ну вот, в принципе, такие два крутых топа, не знаю. Первый был вообще очень эпичный, мне понравился. Второй, конечно, тактика зарешала, все дела. И это тоже было, на самом деле, неплохо. У нас тут 12 минут до окончания, сейчас мне придется два раза посмотреть рекламу, и только тогда я до туда добегу, а потом еще к Терексу. Ну, в общем-то, встретимся тогда, когда я уже буду в гнезде, полностью голенький, с рюкзаком, мы там уже будем смотреть, что будет по луту. надеюсь, на лампочке, конечно, но не знаю, увидим, короче. Короче, ребят, тут тема такая, у меня наконец-таки на ролике, прямо во время ролика, решила появиться локация с машиной. Я, конечно, супер сейчас доволен. Я, наверное, как поступлю, я особо с собой много чего брать не буду, я, честно, не знаю, кто там будет, но хило вот я дофига думаю взять, потому что у меня бронька уже почти поломана, и если доломается, то урон будет лететь колоссальный. Дальше, я оставить хочу вот эту вот тему, потому что этих кувалд и одного ключа мне будет достаточно, ну и, в общем-то, вот это вот тоже, надеюсь, мне все пригодится, будем, в общем-то, тратить потихоньку, потихоньку, вот. Ну и, кстати, по поводу ботов, я как вам говорил, вот чувак ко мне прибежал, и впервые в жизни ко мне прибежал он сбитый. Ну, то есть, говорю немножко, что-то эту систему походу изменили, либо это как-то влияет уровень, что ли, что-то в этом духе, я что-то не знаю, вот серьезно, либо левел влияет на это как-то, либо что-то еще. То есть, вот сейчас у меня левел уже более-менее такой поднятый, и вот сейчас мне реально стало вести в этом плане, и это реально круто. Да, битву я тоже, наверное, оставлю, она мне с собой нафиг не нужна. Все, погнали, теперь на локацию разбитая машина. Кстати, сейчас рекламу, блин, придется смотреть, я совсем забыл, но ничего, давайте глянем, и в общем-то туда уже спокойненько отправимся. А тут еще тем более 6 минут, рекламу посмотрю, все дела, все будет короче окей. Ладно, погнали. Ну все, ребятки, я уже погнал на разбитую тачку эту. Блин, ну надеюсь то, что сейчас будет лампочка, либо одна батарейка, но вот на что я надеюсь, я сам на самом деле не понимаю, потому что, блин, ну лампочки 13 штук, черт побери, где я это возьму? Ах, просто хз, это очень потно будет. Ладно, давайте хотя бы глянем, что у нас за монстры-то тут будут. О, велоцерапторы, вот это посерьезнее на самом деле. Ладно, тогда мы сразу берем кувалды, наверное. Заморачиваться я не буду с ними, просто по 2 удара каждому, и в принципе это изи. Это будет изи, потом я все залутаю, пока что никто не прибежал, я, наверное, начну немножко здесь лутаться, но обычно они успевают прибежать, так что вряд ли я успею, хотя нет, успел. Ладно, возьмем это, тут еще один ключик, кстати, ну, целый не помешает. Ой, он всегда такой большой, блин, и такой страшный, что-то как-то я боюсь его. Ах ты ж, они меня закрыли, вот же гады, а, вообще, зажали прям, смотрите-ка, я выйти даже не мог. Офигеть не встать, это, конечно, они что-то дали, прям нормально, парень, пареньки-то так. Так, ладно, давайте это сюда тратим, потом я начну вот эту тему тратить потихоньку. Так, все ягоды тоже, чтобы ушли, в принципе, так, уходят, уходят потихонечку. Отлично, теперь переходим к этому. Неплохо, 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 пошли. Новый ящик, ой, не новый, а этот, какого, кувалда. Ну и все, вроде все хорошо, всех убили, нормас, 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 нормас. Переходим к луту, и тут у нас неплохие такие вещи, на самом-то деле. Так, здесь я все забрал, а что с главного? Ах ты ж, блин, вонючий клых, я даже не знаю, куда их девать, блин. Эх, 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 не знаю, что с ними делать. Короче, давайте глянем, что вот с этих еще выпало, с одного точнее. Ага, все, ткань есть, тогда я собираю еще один этот, и сразу себе делаю бинт. Все, отлично, и сразу мне ничего в инвентаре мешаться не будет, все хорошо. Давайте посмотрим, что у нас дальше по луту, я вроде бы все истратил, потом ягоды дособираем, восстановимся немножко. И броньку можно будет тут сделать, по идее, но у меня не так много этой, как его кожи. Так что, много броньки точно не получится, но ладно, все сейчас вместе с вами сделаем, чтобы ничего не вырезать, а то вы очень часто просите меня, чтобы я вообще ничего не вырезал, но типа, мне не сложно на самом деле. Но иногда я все-таки там могу запнуться, как вот сейчас, например, и обычненько, я все вырезаю, вот. Ладно, дальше что у нас, смотрим. В общем-то, как вы поняли, не выпало ни батареек, ни лампочек, а вот тут у нас, ну, такие вещички уж, что сказать. Вот как-то так, немного не фортануло, вот такие дела. Ну, дальше я просто беру и собираю себе тарасительное волокно, семена ананасов, ну, короче, то, на что у меня хватает места, я, конечно, немного не понимаю, как он у меня камень собрал место, растительного волокна, это немножко странно. Давайте глянем, что я могу сделать, штанов у меня не хватает, ну, давайте ботинки, что. Сделаем ботинки, в принципе, ну, и потом это остальное можно выкинуть. Вот, сейчас вот так вот я на авто, обычно просто его оставляю, он все дособирает, да и все. Какой-то лут вообще был просто, ну, такой, вообще такой, такой себе. То есть, что-то не фортануло. Кстати, у меня скоро 68 левел, и мне многие говорят использовать вот этот вот слот новый, который у меня открылся на 50 левеле, но его использовать нельзя, сначала нужно обучиться. А где и чему, это пока что неизвестно, так что использовать его нельзя, хотя мне очень многие в комментах прям писали, 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 чтобы я срочно, срочно все это использовал. А то я такой негодяй не использую, вообще дебил полный, вот, хотя мог бы гораздо лучше там, чего-нибудь намутить себе, и тащить смог бы на Изи, в этом режиме, на арене бешеных псов, но, типа, ладно уж, пофиг, вот сейчас уже объяснил, надеюсь, теперь будете понимать, в чем здесь вся фишка, и почему я, в общем-то, это не использую. Ну, и вот так вот на авто, потихоньку, потихоньку, я всегда лутаю разбитую машину, дальше я по пути, если это по пути, собственно, лутаю этого, как его, ну, чувака, который там, барионикс, либо мегалозавр, кому-нибудь из них захожу, и тоже так неплохо можно там полутаться. Так, а ягоды, значит, да, ты собираешь, ну, давай я выкину вот это, и ты у меня собираешь, пожалуй, пальмовые бревна, они мне больше пригодятся, хоть у меня их уже целый сундук, но они реально гораздо лучше пригождаются, чем эта трава, вот, ее я только пускаю, знаете, на то, чтобы сделать ткань, в станке, и для того, чтобы броньку сделать, ну, у меня реально этой травы там целый сундук, еще лишка есть в другом сундуке, откуда нужно это все вытаскивать и выкидывать куда-нибудь, так что, ладно, вообще забью на это, но это реально весь лут, что ли, это что-то как-то вообще, это, знаете, очень скудно, очень прям скудно, такого вообще практически ни разу не было, обычно у меня прям места вообще не хватает, не хватает, а в этот раз я с собой даже бреда набрал всякого, то есть всю локацию вот так вот зачистил, ну, капец, короче, блин, какой-то я хз, почему в этот раз так неудачно все, это, фиг знает, фиг знает, е-мое, вообще понятия не имею, в чем прикол, почему такие ящики скудные, ну, часы можно забрать, ну, нафиг они мне нужны, я вообще ими не пользуюсь, и они только для торговца нужны, в принципе-то, может быть, конечно, мне что-то здесь вообще не нужно, ну, не знаю, вроде как все, вот веревки, конечно, ладно, давайте на веревки поменяем, веревки я вообще ненавижу, они у меня просто, из всех ящиков, наверное, наторчат, прям их полным, 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 полно, так что ладно, оставим, ну, и тут заберем, ну, и все, в принципе, на этом, наверное, ролик, друзья, подходит к концу, сегодня мы неплохо поиграли на арене бешеных псов, два топа, один подряд, просто на изи, первая катка вообще была улетная, по луту, там, ну, просто жесть была какая-то, так что, я не знаю, мне кажется, повезло уж очень жутко, да и потом топчик тоже проблемой не было взять, а потом вторая катка, сами все видели по тактике, в принципе, и вот так вот повезло, ну, ладно, друзья, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал, пишите комментарии, всем огромное спасибо за просмотр, нажимайте на колокольчик, всем удачи, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok